Здравствуйте, наши уважаемые любители бани! Добро пожаловать на самый жаркий канал! У нас сегодня печной обзор, и на печном обзоре у нас калита арочная, специально для человека, который попросил сделать ее на ютубе. Что можно сказать по поводу чугуна? У всех калит чугун одинаковый. Князь это либо это экстрим, либо это арочный. Чугунная часть у всех у них одинаковая. За исключением экстрима, где каменка стальная из 439 стали. Мы начинаем с основания. Основание очень тяжелое, сантиметровый чугун. Устанавливаем его, начинаем собирать стенки. Как собирается чугунная часть, вы можете посмотреть на обзоре печи калита князь. Вот сейчас начался ролик. Кстати, весьма рекомендую смотреть появляющиеся вот эти вот все подсказочки, потому что они специально подобраны так, чтобы вам было удобно посмотреть много обзоров различных барных печей. Так вот, при сборке чугунной части в обязательном порядке используется герметик. Герметик должен быть черного цвета, высокотемпературный, до 1500 градусов. Соответственно, берем боковую часть. Вот так вот она у нас выглядит. Уставляем. Для того, чтобы не занимать много времени, я сейчас соберу стенки, посмотрим внутрь и начнем собирать облицовку. Обратите обязательно внимание на то, что при сборке калиты необходимо установить нижнюю плиту до сборки верха, потому что иначе вы вот эту вот плиту, вот эту вот плиту вниз не установите. Внизу есть специальные вот такие вот ребрышки, куда она устанавливается. Залазит она легко и просто. И установка у нас низа практически завершена. Нижнюю часть продолжаем собирать. Нам осталось установить вниз колосниковую решетку. Вот у нас колосниковая решетка. Устанавливается она внутрь. Соответственно, легко заменяемая. Нижняя часть у нас собрана. Вот так вот она у нас выглядит. Осталось нам сверху одеть каменку. У меня вот здесь приемный зуб каменки. Вот здесь по боковым частям и с задней стороны у нас идет огонь. Проходит по боку и здесь находится дымоход. То есть весь этот зуб со всех сторон окружен огнем. Вдобавок ко всему, не стоит забывать, что вот здесь должна быть щель для того, чтобы если вдруг тяга обернется, дым не вышел из дверки, когда вы подбрасываете дрова. Устанавливаю каменку. Ну и посмотрим на нее сверху. Я установил зуб. Давайте посмотрим, что там у нас внутри. Вот как вы видите, у нас тут щель для того, чтобы огонь выходил не наружу. Огневой канал сбоку. Огневой канал сзади. И еще сбоку. То есть основной огонь идет по задней стенке, уходит в боковушки, огибает здесь и выходит здесь дымоход. Нам осталось одеть верхнюю крышку и приступить уже к сборке облицовки. Собственно говоря, верхняя часть плиты. Вот это у нас оконце, которое уходит вглубь каменки. А это дымоход. Диаметр дымохода у колиты, у всех колит составляет 120 мм. Кстати, можно заметить, что в принципе, в принципе, можно сделать и 130, то есть переходничком, довести до 130. Почему? Потому что печь достаточно мощная. И если дымоход будет побольше, соответственно, тепловая нагрузка в перекрытии, в ППУшке, будет чуть пониже. Ну и естественно, лучше всего использовать на таких мощных печах шибер. Берем. Опа. И устанавливаем сверху. Сверху. Естественно, не забывая про герметик. Печка у нас собрана. Давайте на нее взглянем. Друзья, прошу прощения, здесь диаметр уже 130 мм. Соответственно, можно расширить его до 140 мм. И, казалось бы, включить в шидель. Но печь достаточно мощная, поэтому все-таки для колит лучше всего использовать шидель уни 160 диаметра, как минимум. Давайте посмотрим сверху. Так. Вот у нас здесь плита, где укладываются наши камни. Камни укладываются и в нижний зуб. И есть одно маленькое «но». Сейчас покажу, какое. Были вопросы в интернете, не треснет ли чугун при попадании холодной воды. Нет, не треснет. У Гефеста вообще вот такой штуки нету и ничего не трескается. Что это такое? Это дно каменки, выполненное из стали. Скорее всего, 439-й. Сварено вот так вот корыцем, которое устанавливается в самый низ зуба, препятствуя попаданию воды на чугун. Тем самым, если мы его сюда установим, мы получим то, что соприкосновение воды с чугуном практически у нас нейтрализовано. Ну, соответственно, ванна у нас на месте. Вес у печи, у чугунной части уже немало. Прежде чем начать сборку, давайте посмотрим на дверку. Я надеюсь, вам ее хорошо видно. Что здесь можно сказать? Здесь у нас использована сталь толщиной 2 мм, чугунная дверка. Устанавливается она на портал натопочный вместе с зольником. И крепится на трех болтах. Соответственно, я сейчас это все дело закреплю. Установлю, попытаюсь закрепить. Опа! Опа! Оделась. Ну, и закрепляем. Очень тяжело. Лучше такие печи собирать все-таки вдвоем. Собрали печь, посмотрели на лицевую часть. Чугунная дверка. Естественно, все со стеклом. Стекло большое. Здесь у нас приемная плита. Закрыли. Поехали дальше. Зольный ящик из нержарейки. Здесь у нас, как вы видите, шнур. Для чего он нужен? Он устанавливается у нас между чугунной частью и стальной частью дверцы топки. Для чего? Для того, чтобы предотвратить выход возможной вот здесь вот дыма. Устанавливать не стал, потому что это обзор. Но, если видите этот шнур, вернее не видите, требуйте. И шнур, он должен быть установлен вот здесь вот по всему периметру. И только уже потом болтами на трех точках вы его собираете. Прежде чем продолжить собирать плиту, давайте-ка я открою дверцу. Вы видите тут фирменное название. Клита. Опа. Это значит, что настоящее УВВД. Значит, следующим моментом у нас идет вот такая вот пластина. Она из нержавейки. Из 430-й, судя по всему. Здесь у нас есть вот такие вот ребрышки. Вот они. Они устанавливаются, то есть крепятся вот на эту часть. То есть, цепляются бортами. Для чего сделано? Для того, чтобы начать сборку уже каменного портала. Собственно говоря, вот эта штука. Можно сказать, первая приемная ванна всей облицовки. К сожалению, я не могу продолжить собирать в таком виде калиту. Мне нужно ее развернуть на 180 градусов. Почему? Потому что нужно показать, как выглядит, очень красиво выглядит дверка для подачи пара. Значит, эта штука у нас одевается сверху. Вот так вот проходит на низ. Цепляется, как я уже говорил, вот здесь вот, за чугун. На всякий случай они сделаны, потому что основной вид облицовки несет все-таки чугунная часть. Вот, видите, да, как она сделана? Хоп! Ну что ж, я переворачиваю калиту на 180 градусов и начинаем собирать облицовку. Прежде чем развернуть калиту на 180 градусов, покажу, как собирается она спереди. К сожалению, полную сборку сделать не смогу спереди, показать вам неудобно. Значит, вот здесь есть пластина, которая принимает третий ряд камня на себе. Вот здесь вот есть вырез специальный под болт, которым крепится дверка. Устанавливается он вот сюда. Это когда уже нижние ряды поднялись до верху. И идут два таких камня, видите, они отфрезерованы вот здесь вот. Для того, чтобы установить их спереди. Это один камень приемный. Вот так вот устанавливается. Ну и, соответственно, второй камень также у нас собирается. У нас сегодня, кстати, на обзоре змеевик. В предыдущий раз калиту князя рассматривали в токохловите. Но, по сути дела, это очень родственные камни между собой. Это стеотит. Кстати, давайте сделаю анонс. В конце мая ко мне приедет человек, который знает в камнях все. Он привезет мега-огромное количество различных образцов. Он привезет даже разный жар, разный тарик, разный стеотит. И мы с ним просто зажжем, наверное, где-то на час. Поэтому не забывайте подписываться на канал. Переворачиваем калиту, продолжаем собирать. Чтобы не занимать много времени, я сейчас соберу совсем чуть-чуть. Потому что собирается однотипно. Единственное, есть нюансы. У нас вот есть вот такой камень отфрезерованный. Это лицевая часть печи, которая устанавливается у нас вот сюда. То есть там у нас как раз-таки прорезь под болт. Еще раз повторюсь, печь тяжелая. Облицовку собирать одному практически невозможно. Поэтому крайне вам рекомендую это делать с помощником. Установили. Вы видите, она еще пока пошатывается. Потому что верхняя часть еще пока не скреплена у облицовки. Также как... Вернее, она также скрепляется, как и чугунина. Наставляются плиты дальше. Опа! Вот по такой вот схеме. И вот посмотрите, здесь боковинка. Видите, отфрезерована. Я надеюсь, видно. Отфрезеровано полукругом. Как раз-таки, чтобы было красиво. Сборка арочной кольты. То еще удовольствие. Достаточно сложно собирать. Почему? Потому что в отличие от практически всех облицовок, которые собираются горизонтально. Это собирается вертикально. Вот давайте посмотрим, что у нас тут получилось. Вот как вы видите. Сейчас камешки я сюда тоже вставлю. То есть здесь минимальный промежуток. Минимальный промежуток. Сверху устанавливается уже из нержавейки часть каменки, которая скрепляет вот эти вот камни. И заодно формирует свод. Сейчас я его возьму, поставлю, посмотрите. Так как у нас на обзоре клита из выставочного зала, соответственно, вот эти вот ребрышки у меня уже собраны. Они имеют болтовое соединение. На трех болтах крепятся. Соответственно, когда вы ее покупаете, у вас все это идет отдельно. То есть вот эта вот пластина, которая скрепляет нижнюю часть облицовки. Эти пластины закрепляются потом. Ну и, соответственно, дверка, она идет вместе с этой пластиной неразъемной частью. Дверка, я надеюсь, видно, имеет вот такие вот шарниры. Для чего, узнаете попозже. Сейчас одеваю, скрепляю облицовку этой у нас, этим навершием и формированием свода каменки. Ну, соответственно, продолжу сборку. С помощью подручных средств, помощников и Божьей Матери у меня получилось одеть вот эту вот часть, которая скрепляет. Если вы посмотрите внимательно, вот здесь вот есть ламельки, которые будут держать первый камень, который устанавливается у нас продолжением облицовки. Что дальше? Дальше у нас имеется вот такая вот пластина. Надеюсь, хорошо видно. Она имеет конверционную регулировку. Вот она. Вот так вот ходит. И она скрепляет уже всю стальную часть остова будущей арки. Здесь имеются вот такие вот надрезы, надпилы, которые устанавливаются сверху. Вот так вот. Хоп. Подгоняем вторую часть. Установили. Так у нас все держится. И для того, чтобы продолжить, нам необходимо зафиксировать дверцы. Здесь есть специальная штанга, по которой она двигается. Я устанавливаю крючки в отверстия. Они крепятся соответствующими болтиками. Хоп-хоп. Немножко неудобно. Одному, одному печь лучше не собирать. Оп-хоп. И фиксируются болтиками. Соответственно, ходит дверка у нас вот так вот. Раз, два. Раз, два. Ну что ж, давайте продолжим собирать каменную облицовку. И потом уже перейдем к общему виду и к заключению. Начинаем собирать арку. У меня вот первая часть уже поставлена. Но я ее сниму. Видите? У нас немножко шатается. Значит, первая часть у нас плиты идет, как вы видите, с углом в 90 градусов. А потом уже фаска снята. Кстати, плита из моевика имеет ширину 4 сантиметра. Вес достаточно серьезный. И посмотрите, видите, профиль он сразу загнут так, чтобы не было проблем со сборкой всей арки. Устанавливается он так же. Вот здесь вот есть направляющие. Аккуратно отбиваем, вставляем. Немножко подбиваем. Хоп-хоп-хоп-хоп. Одному лучше, конечно, не собирать. Вот, встала. 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 Все, вот эта часть у нас стала. Собираем дальше слот. Потихонечку, полегонечку. У меня аж от трудов ратных эта штука вывалилась. Опа! Берем вторую. Второй камень. Видите, здесь он уже сразу полукруглый. И имеет скосы и здесь, и здесь. Ламелек так же под углом, ошибиться невозможно. Собирать лучше сначала одну сторону, потом вторую. Почему? Потому что, в противном случае, вы имеете шанс при сборке, что они у вас выпадут. Но, в крайнем случае, можно с той стороны, для закрепления, поставить один лишь только камень и собирать ее вдвоем. Опа! Собираю уже третью часть свода. Уже идет легко. Немножко отодвину. Возьму четвертую часть. Опа! Так. Возьму четвертую часть. Это она у нас. Это у нас она. Так. Она, 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 она. Хоп! Закрыли. А, кстати, здесь она уже тоже идет без снятия фаски. Для чего, для того, чтобы подогнать сюда аккуратно сталь. То есть, здесь у нас получается достаточно такая гладкая, приятная поверхность. Вторая часть собирается точно так же. Сейчас соберу, продолжим дальше. Прежде чем продолжим собирать, хочу показать вам огромный объем каменки, который она здесь собирает. Давайте посмотрим. Вот этот вот объем, он целиком забивается камнями. Ну, за исключением, естественно, дымохода. Внутрь помещается у нас где-то порядка, там, 40 килограмм камня, ну и сверху еще килограмм, наверное, 100, а то и больше влезет. Ну что ж, печь у нас собрана, осталось только засыпать туда камней, килограмм 140-160, установить дымоход, затопить и насладиться отличным паром. Значит, что про особенности? Ну, в отличие от того же князя, либо очень старой калиты, которую вы уже, наверное, нигде не купите, как вы видите, здесь она сводчатая и нету стальной ванны, как в других калитах, которые отсекают зону конвекции от каменки. Здесь у нас конверсия регулируемая, то есть сверху во время протопки открыли, натопили, закрыли. Из-за большого количества камня вот эта вот конвективная составляющая, она не сильно охладит каменку снизу. Почему? Потому что конвекционные потоки идут, в отличие от других облицовок, не на расстоянии, там в несколько сантиметров, а прямо вплотную печи, касаясь ребер. То есть там зазор буквально сантиметра, наверное, три. Конвективная составляющая достаточно большая, то есть вся площадь здесь у нас конвективная. Что еще можно сказать? Ну, естественно, вес, вес просто безумный, огромный. Посмотрим в каменку, вот такие вот у нас дверцы, красивые. Естественно, это все не обгорает, не прогорает во время протопки. Открыли, подбросили, пар вышел, закрыли. Значит, предвижу сразу вопросы, клинит ли дверки. Дверки не клинит. Можно ли что-то здесь сверху сделать, потому что мне не нравится сталь? Ничего сделать, по сути дела, вы не сможете. Единственное, что может быть, ну, при желании можно декорировать это плиткой под цвет замеевика, но ее придется крепить. Соответственно, ничего такого, вот прям взял и сделал, у вас не получится. Пошли париться, конвективную составляющую закрыли. Печь чугунная не боится перегрева, топить можно пилетами. В принципе, я слышал, что подтапливают слегонца бурым углем. Насколько это правильно, неправильно сказать не могу, но использовали и печка жила. Ну, собственно говоря, остались вопросы по этой печи. Задавайте их под этим видео. Не забывайте подписываться на канал. Ждите анонса, вернее, не анонса, а большого обзора камней, которые приедут с Карелии, с Урала. Вот. Ну и переходите на два наших дружественных канала. Это Жарпарком и Живая баня у Ивана. Все описания под этим видео. Спасибо большое и с легким паром. Живая баня у Ивана.